Авторы программы Автостоп не вправе отказать себе в удовольствии демонстрировать вам не только преимущество тех или иных марок автомобилей, но и разнообразие салонов, сервисов и услуг, тем или иным образом связанных с авто. А владельцы всего вышеперечисленного довольно часто искушают нас, и мы не вправе себе отказать. И для желающих монополизировать нашу программу есть небольшое условие. 4000 условно зеленых в месяц, плюс расходы на эфир, бензин и служебный автомобиль. А пока таковых нет, не обессудьте. Сегодняшний разговор пойдет у нас в автоцентре ДДТ. Что такое удовольствие и как получить максимум удовольствия? Сложно? Сложно, но можно. Для этого вам надо всю жизнь мечтать. У автомобиля. У автомобиля мечте. Помните, может быть, кто-то не помнит, но 99-й год. Даже 97-й год. Какая машина была брендом? Брендом удовольствия и счастья от жизни. Ну, конечно, 99-й. И вот в 97-м году я сам себе позволил это удовольствие. Купил 99-ку. Мы приехали в Польятти. И когда мне вывезли эту машину, я понял, что сейчас я мужик. Это сложно передать. Но когда-нибудь вы почувствуете. Сегодня и сейчас в салоне ДДТ есть второе удовольствие. Я не буду рекламировать одежды на автопомпах. Ну, не специфика автостопа. Но вам скажу, что вот эта пятнашка, это была вторая мечта моей жизни. Можно сколь угодно ругать наше отечественное автопроизводство. И мы это частенько делаем в своей передаче. Но вот сейчас мы решили сказать себе стоп. Потому что лежачего не бьют. И вот последний оплот, вернее, последний автозавод, который не удалось до конца положить на лопатки, это, пожалуй, АвтоВАЗ. И хоть выпускает он старые модели, вот, например, 2107, но расходятся они самым большим тиражом. В России это 170 тысяч за 2005 год. Плюс 30 тысяч машинокомплектов, которые отправлены в различные страны мира. Выводы делайте сами. Что, прежде всего, говорит о надежности бренда. Время присутствия его на рынке. Чем дольше срок, тем надежнее бренд. Но вот это доказательство для тех, кто не верил, что когда-нибудь Калина из просто бренда превратится в товарные экземпляры. Так что вот вам цвет российской автопромышленности. Вот в таком неплохом цвете. Есть у отечественного автопрома в лице ВАЗа одно преимущество перед остальными. Это возможность самостоятельной подгонки под собственные нужды. Хотите сделать рвущую ракету за небольшие деньги? Нет проблем. Хотите именно свою оригинальную аппаратуру? Тоже. Не хотите делать своими руками? Здесь в ДДТ установят. А вообще ДДТ это комплекс, в котором вы полностью можете обслужить автомобиль. А весной и в начале летнего сезона, напомним, это же еще и автомоечный комплекс на 8 автомоечных мест. При очень большом желании. А реально, конечно же, 6. Ну а вот этот автомобиль, а точнее грузовичок, напомнил нам случай в бане с человеком, похожим на генерального прокурора. А этот грузовичок до боли похож на Исузу Эльф. Российский бизнес проявляет колоссальный интерес к китайским автомобилям. Причиной тому их высокое качество и уникальные технико-экономические характеристики. Вот это настоящий китайский работяга. Двухтонник. Да, немножечко тряский, когда пустой. Но вполне презентабельный и по салону, и по кузову. А самое главное, с настоящим тракторным двигателем. И по тяге, и по звуку. И глушит он, как МТЗ. Эксперты признают, что компания DDT, российский партнер крупнейшего китайского автопроизводителя, делает на российском рынке очень сильный маркетинговый ход. Предлагая целую гамму грузовиков самой различной грузоподъемности. От миниатюрных малотоннажек до 17-тонных самосвалов и 25-тонных магистральных тягачей. Наиболее универсальным в этом ряду является мало- и среднетоннажные машины грузоподъемностью от 1 до 4 тонн, выгодно отличающиеся от новых отечественных и комиссионных импортных одноклассников. Благодаря экономичным дизельным двигателям и налаженной системе технического обслуживания, расходы по эксплуатации такой техники минимальны, и окупается она быстро. Четыре с половиной года назад в эфир вышел первый выпуск автостопа. Вот время идет, все меняется, время как река. Но никто не мог предположить, что четыре с половиной года спустя появятся китайские вот такие замечательные автомобильчики, которые составят конкуренцию газелям. Но автоцентр ДДТ пошел дальше. Сейчас он рулит адмиралами. Адмиралами трудно рулить, но все-таки им это получилось сделать. Адмиралами в области китайского автомобилестроения. Адмиралы это джипы. Здесь и сегодня, и сейчас, в Магнитогорске. На Ушакова 35. Вы легко можете попробовать, протестировать и в конце концов приобрести настоящий джип.